Вот здесь у меня такая мешанина. Видимо, тут куча всего, потому что я покупала много всяких статей и в принципе там понятия не имеется, как я нашла. Я решила все спихать в одну кучу большую. Ну давайте сниму, что тут у меня есть, пока позволяет время. Это мне некий журнал «Эль», интерьер. И типа... Честно говоря, половину статей я уже понятия не имею, что там написано, но это типа что-то из моих проработков. Может, это тот дом, в котором, собственно говоря, и снимали. Клепец. Вот. Вот так. В принципе, даже смотреть особо нечего, только если вам интересны интерьеры. И только так. Вот такая вот у меня есть листочка, даже понятия не имею, из какого журнала. А, из «Космополитена». Типа шмоточки «Бритни» или «Оденься в стиле Бритни». Вот чисто какая-то статья есть, тоже из «Космополитена». Обложка «Эль», такая порезанная. Ну и вот тут статейки тоже порезанные. Я покупала там целые кучи статей, поэтому еще какие были, собственно, такие есть. У меня лично я в журнал, когда он выходил, не покупала. Вот такие вот у меня есть вещи. Ну, очень, кстати, красивые фотки, мне кажется. Очень-очень. Ну, это просто так, вставочка ни о чем. Такой вот «Эль Геон» журнальчик. Вот такая вот тут статейка. Тоже понятия не имею о чем, не буду даже рассказывать. Вот. «Эль Геон» такая. Одна страничка. «Марик Лер». Вот это, кстати, мой журнал. Я его лично покупала. Там еще, помните, у меня туф была. «Эстеллаудер», что ли. Ну, кстати, нормальный такой пробничек, такой приличный. Вот. И вот тут как бы пластика. Тоже напомню, ни о чем. Прикольно. Это, вероятно, мой журнал был просто на вес золота. Тут, не знаю, есть «Марик Лер» тоже. «Марик Лер». Старенький. Аж 45 рублей. Майя 2001 года. «Новоорлянская дева». Ну, тут бонусируется эта тема, ее ненавидности. В общем, в всех журналах всегда одно и то же писали. Вот это прикольный «Тюн Пипл». Это вообще какой-то нерусский журнал. Тоже я купила у девчонки одну в феврале 2000 года. Ну, может, вам, кстати, будет интересно. Ну, тут фотки вот в стиле вот этой фотосессии. Такая типа футеристическая. Вот. Такая вот прикольная. Вообще-то интересная фотосессия. Вот тут некий обложка «Тин Стайл». Ну, понятия не имею, что относилось к статей из этого журнала. Ну, как бы, есть и есть. Такая вот листочка есть. А вот, кстати, «Тин Стайл». Это все из-за этого журнала. Вот. Ну, вот так вот у меня все. А здесь стала из «Гламура». Какая-то там, она из русского. «Epic M». «Spring Spears». Это-это-это июня 2004-го. Тоже такая молодежская фотосессия. Бритнина такая диковатая. Ну, вот так. Ну, тут, как всегда, тут какое-то интервью. Ну, тут поменьше слов, больше тела. Ну, тут просто такие вставочки у меня. Статья. Это из тоже некого FHM. Но... Октябрь 2000-го. Ну, ну, что-то как-то вот... Не обложки, ничего не сохранилось. У той девчонки. Ну, вот что есть, как бы, вставила. Ну, что-то там тут, так как в Камсал. Ну, да, фиксим. Главное, что есть журнал «Максим». Август 2002-го года. Вот так вот у меня тут. Так, это у меня что за журнал? Это GQ. Такие вот. У нас уже тема тут муссируется. Это Seventeen. Апрель 2002-го года. Это TV-парк. Вообще, не знаю, сейчас продается или нет. Что такая? Что там делать? Это Tint Style. Не русский журнал. Тут даже есть Кристина. Мне, кстати, очень нравится. Из разряда вот этого. Это, это, это башня. Журнал. Сейчас вы увидите. Вот мне тоже этот журнал, по-моему. Да, это даже мой журнал. Некоторые журналы куплены. Некоторые куплены мной. Некоторые куплены с рук. Это мой. Я лично покупала. Ну, тут песенок, текст. Вот тоже для меня он был так на вес золота. Я, как бы, жалко, что ее журнал не сохранил. Ну, по крайней мере, статьи. Это FHM. По-моему, тоже мной куплен. Недавний такой. 11-й год, вроде. Журнал «Неон». Тоже раньше выходил. Сейчас вообще, не знаю, уходит, не уходит. Это, кстати, тоже статья из «Неона». Там примерно можно предложить, чтобы журналы, статьи, если продались. Вот. Что-то типа обрезанные обложки. Тоже «Неон». Вот такие вот у нас. Вот это журнал, сериал. Он тогда выходил на обложке с Бритнем. Вот. И что-то я как-то не помню, есть ли у меня обложка или нет. Вот. Но в вырезках она точно есть. Прикольный, кстати. Я очень долго пыталась его сохранить. То, что тогда обрезать просто все-все-все хотелось. По-моему, я все-таки его как-то каким-то образом обрелось сохранить. То есть из сериала. Это тоже сериал. Что-то тут про Бритни Джастина написано. Вот. Тоже сериал. Здесь плакат, кстати. Но он, правда, как-то обрезан. Оказалось, соединить его не удалось. Здесь просто рекламка с каким-то неким конкурсом. Это журнал «Упс». За январь. Не знаю, какого года. Тоже «Упс». Ну, тут интервью, типа. И тоже «Упс». И некий журнал, некий известный журнал «Вдохни». Ну, тут что-то тут. Какая-то ерунда. Дженнифер. И теперь посмотрим некая статья. Есть «Удохни». Она, конечно, не соответствует обложке, но дофиг ты с ней. Вот тут вот про Бритни, про Келлина, про ее там брак. Сколько-то там часовой. Ну, там пара суток была. Это уже более такие современные. Одиннадцатый год, где Бритни с железным травиком. Вот так вот. Тоже вот про это я снимала абсурд, если хотите. Ссылка будет на это видео. Это вообще из разряда очень старых статей. Жалко вот этой части. Тут нет. Ну, у меня, по-моему, даже есть вырезки отсюда. Ну, в принципе, вот как бы здесь еще должна быть часть. У меня только вот такая есть листья. Это журнал «Ес». Это журнал «Стархит». Такая статья про Бритни, про ее имелирь, про меня. Это уже «Стархит», посвященная статье после, по-моему, первого... Да, циркатура, который был в Питере, в Москве. Это «Стархит». Это дом, в котором живет Бритни. Опять это апартаменты. Я люблю больше фото Бритни, нежели вот этих домов. Потому что, ну, не знаю, не очень интересных рассматриваю. Тоже есть «Стархит». Какая вот Бритни. Разных купаний какая-то. Какая она вся страняшка. Это я не знаю, что за журнал. Понятия не имею. Напишите, если вы знаете. Это тоже не знаю, что за журнал. Откуда эта статья? Это у нас журнал «Интервью». Такая вот статейечка про Бритни. Знаете, каждый журнал считал своим долгом написать про трудные времена Бритни. Продолжение следует. Это одно и то же, 150 раз повторенные. Рассказывать что-либо, по местным или иным раз, не считаю нужным. Это «Космополитен». Это вкладка «Космополитен Петербург». Про концерт был написан. А это у нас некий журнал «Афиша» за апрель 2002 года. И вот это, кстати, мне очень нравится фотосессия Бритни. И вот это посвященное фильму «Перекрестки». Это из журнала «Семь дней» статейка. Она там еще чуть больше разворачивалась. Просто она не вылезала. И я вернула вот это просто старинное «Семь дней». С ним связана такая интересная штука, что давным-давно я вырезала как бы вот эти две фотки. Мне просто понравилась вот эта картинка. Я решила себе их оставить. И только потом я поняла, что это Бритни Спирс. Вообще не знала, кто это такая. Просто понравились картинки. Вот тут у нас тоже журнал «Семь дней». Ну, это про свадьбу. «Семь дней». Такая вот ерунда. Это не знаю, что за журнал. Понятия не имею. Это журнал. Журнал «Что хочет женщина», наверное. Да, «Что хочет женщина». Я вам как-то о нем упоминала. По-моему, даже что-то типа каких-то журналов у меня есть. Я, честно говоря, уже запамятовала. Мне нравится эта фишка. Это не из этого журнала, а из какого-то другого. Ну, тут просто такая статейка. И посмотрите, какая целебедельная попа Бритни Спирс. Так, это у нас... Это у нас журнал, по-моему, «Мы». Да, вот про который я говорила, что он что-то там повыходил, повыходил, но перестал. Вот в нем печатали при Бритни. Я про него тоже снимала обзор. Могу тоже ссылочку оставить, если вам будет интересно. Вот такие вот тут штуки. Это журнал «Девять и слезы». Такая маленькая брашонка была. Вот она как бы так сворачивалась. Вот здесь у нее идет шовчик. И вот это первая статья. И это вторая, которая у меня есть. Некий журнал «Мир звезд» 2002 года. Я вообще тоже не знаю такого журнала. Тоже купила у девчонки. Вот такие тут штуки. И опять же интервью. Красивые картинки. Обложка журнала «Космополитен» 2002 год. Некий журнал «Плей». Про него я, по-моему, тоже снимала обзор. Ссылочку обязательно скину. Это 2003 год. И как-то так. Тут все у нас. Какая-то такая яркая статья. Вот. В принципе, ладно, и закончилось. Этот журнал не знает, что за журнал. Что-то тут как-то и не написано. Вот. А, это журнал «Кто». Тут такие красивые картиночки. Ну, в принципе, ничего такое. И типа тут плакат, но тоже обрезанный. Как бы некоторые плакаты я соединяла. Но здесь не удалось это сделать. А, вот, кстати, обложка. Журнал «Кто» 2001 год. Некий журнал «Студенческий меридиан». Может, вы такое знаете? Я, честно говоря, не очень. Тут вот статья типа из этого журнала. Тут написано. Вот еще статья. Тоже «Студенческий меридиан». Не знаю там, как из разных журналов. Нас одинаковых понятия не имею. Такая картинка есть. Это тоже не знаю, с какого журнала. Тут, ну, вы видите, что здесь просто валом навалено из разных журналов статей. Просто их понемногу. Я решила их отдельно не отделять. У других вы видите, что у меня как бы все разложено по журналам. Это, наверное, грация. Что же особо тут ничего не написано. Это журнал «Штучка». Тоже раньше такое выходило. Сейчас, по-моему, его нету. Но вот тут статья про Бритни. Это же журнал «ЕС». Типа Бритни и Мадонна. Просто картиночка. Картиночка. И с другой стороны статейка. Это ТВ-парад. Тоже зоопаркет. Это журнал... Забыла, как он называется. Вот уже такой выходил. Типа полудистский, такой непонятный. Вот. И тут вот статейка про Бритни. Мала, честно говоря. Вот не могу вспомнить, как этот журнал называется. Может, вы если его вспомните, напишите, пожалуйста. Данный журнал... Непонятно, какой журнал. Ничего не написано тут. То есть, проходит 10 лет, и уже вообще никогда в жизни не вспомню, что это за журнал был такой. Это тоже не знаю, что такое. Кумирня. Это же как вот такие заголовки, многообещающие. Вот это прикольная фотка. Сразу говорит о качестве данного материала. Это журнал... Что-то тут XXL, не знаю. Вряд ли это его название. Непонятный. Это не журнал, а на здоровье. Прикольно. Так, вот это... Вот это, вот это, вот это. Тут уже ничего не написано. Тут, по-моему, такая немаленькая статейка. Что-то тут вот такие штуки нарисованы. Вот тоже пицца, ничего не зажирна. Вот такое. Звездный бульвар. Потому что такая статья уже, знаете, такая, а-ля журнальчик. Такой, типа, твой программка. Вот, опаньки, я это сделала. Это просто на этот текст, наверное, нужно снимать отдельное видео. Опаньки, я опять это сделала. Наверное, на некоторых статьях надо просто снимать отдельное видео, просто чтобы поражать. Наверное, знаете, можно строить рубрику статьи из непонятных журналов. Что там пишут за ерунду. Вот что-то я тут это отвлеклась немножко. Это некий журнал 16 был. Этот тоже, по-моему, он или... Нет, этот, этот... Наверное, этот тоже он. Ну, вообще, у меня здесь непонятный журнал. Что-то тут все не очень... Не очень понятно. Это просто какая-то подранная картинка. Так, это что-то у нас такое. Тоже непонятно, что. Ну, какой-то глянец. Причем, по-моему, у меня эта статья вообще не полная ни разу. Что-то тут, мне кажется, это некий огонек. Тоже никогда его не покупала сама. Кинопарк. Так, а это у нас вот журнал Грация. Ну, это из разряда недавнего. То, что тут вот этот мужчина, с которым говорить вроде как ничего не задалось. Не знаю, какой-то New Musical Express. Так, вот такая статейка у меня есть. Известный журнал. Вот это из Лизы. Это я помню. Такая есть. Просто видео, там, сборка каких-то негонезных статей. Ну, в принципе, пишите, если вы знаете. Я много чего не знаю. Вот из метро, кстати. Как Бритни вернула себе фигуру. Вот она тут, как раз, продолжение. Из каких-то газет. Ну, газет на статей я не очень люблю, но так как я, в принципе, собираю их. Вот из журнала, из газет «Собеседник». Ну, по-моему, еще есть статейки. Ссылочку тоже на метяжку постараюсь скинуть. Ну, в принципе, некоторые статьи так. Ну, тут-то, наверное, конечно, написано всякое просто мега-мега ерунда. Вот, тут прям вообще-таки желтые газетки. Вот это из панорамы. Панорамы, там, конечно, где их глянец. Ну, просто статейки. На самом деле тут нож, тут нос. Это антенна. Это телесейн, так сказать. У нас антенна нет, у нас телесейн. Смеха не только. Как-то так. Вот эта прикольная газетка. Это большой прикол. Покупала, по-моему. А, не, я не покупала. Я у кого-то взяла эту статейку. Вряд ли я тогда покупала, потому что мы ее не продали. И, в принципе, здесь у меня вот такие картиночки остались. Просто, которые я не могла запихать. Решила, что не будет здесь. Вот, ну, в принципе, это как бы все. С этой папочкой. И перейдем плавненько к другой. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok